Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. В предыдущем видео я рассказал поучительную историю про паяльник на напряжение 220 вольт. Кто не посмотрел это видео, я рекомендую посмотреть, ссылка будет в описании этого видео. А сейчас я хочу рассказать про регулятор мощности для паяльника на напряжение 36 вольт, который я использую в своей работе. Этот регулятор мощности был изготовлен еще моим дедом в 90-х годах прошлого века. Сама конструкция данного регулятора мощности взята из журнала радио за 1992 год, номер 23 страница 23. Ссылка на данный журнал радио будет в описании видео, а в конце видео будет схема регулятора мощности. Для тех же, кто еще пользуется паяльником на 220 вольт, в этом же журнале радио на странице 22 есть схема регулятора мощности для паяльника на 220 вольт. Долгое время регулятор мощности паяльника лежал в гараже без дела, а для питания паяльника на 36 вольт я использовал вот такой трансформатор. Это обычный самодельный трансформатор с входным напряжением 220 вольт и выходным напряжением 36 вольт. И в один прекрасный день я все-таки решил забрать этот регулятор мощности к себе домой. Конечно пришлось его почистить, провести ревизию, покрасил я нижнюю крышку, так как она имела не совсем торварный вид, была сделана из оцинковки. И сейчас я использую данный регулятор мощности в своей работе. На передней панели регулятора мощности находятся клеммы для подключения паяльника, предохранители один на 220 вольт, другой на 36 вольт, ручка регулятора мощности. Кстати сама ручка взята от осциллографа S1-54. Когда-то давным-давно у нас был такой осциллограф, потом его разобрали на детали в связи с полным физическим износом. Сейчас я разберу данный регулятор мощности и покажу что находится внутри. Вид регулятора мощности со снятой верхней крышкой. Здесь находится трансформатор 226 вольт, его маркировка 1F470200. Видимо он был снят с какого-то устройства. А здесь на верхней крышке закреплены радиоэлектронные компоненты, гнезда, предохранители и переменный резистор. Вид регулятора мощности со снятой нижней крышкой. Здесь находится печатная плата с установленными на ней электронными компонентами. Сама печатная плата изготовлена путем механического нарезания дорожек. В нижней крышке сделаны отверстия для вентиляции. Вот такой регулятор мощности для паяния канала напряжения 36 вольт сделал мой дед. Без всяких наворотов, никаких микроконтроллеров, одна микросхема 176 вольт, минимум деталей и все просто и надежно работает. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам это видео понравилось ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok